Всем привет! С вами Артур Михеев и OneSiteMediaShow. В прошлом выпуске я рассказывал, как достаточно легко и просто достичь эффекта слоумо, при этом не имея денег на камеру, снимающую с сумасшедшим FPS. Если что, ссылка на ролик рядом со мной и, конечно же, в описании. Ну а сегодня я расскажу о крайне немаловажном аспекте любого видео. Звуки. Звук — это неотъемлемая часть любого фильма, передачи или, скажем, видеоблога. От звука во многом зависит и восприятие зрителям вашей работы. Скажем, если у вас хорошая картинка, но ужасный звук, как сейчас, то такое видео уже не так приятно смотреть, согласитесь. Даже несмотря на хорошее качество видеосоставляющей. И потому, если вы задумали заниматься видео серьезно, то, конечно, стоит задуматься и о хорошем звуке. Самый простой и распространенный способ улучшить звук — это обычная петличка. Микрофон на прищепке. Такие микрофоны можно купить за сущие копейки. Как мой, например. Он стоит всего 190 рублей. Втыкаем его в камеру. В моем случае это Canon 60D. И получаем достаточно приличный результат. Однако существуют и другие варианты. Так, например. Петличный микрофон можно объединить с различного рода рекордерами. У меня, например, это Zoom H4n. Зачем это делать, спросите вы? Ну, давайте попробуем и сравним качество. Вот это качество петлички, подключенной напрямую к камере. А вот при подключении к рекордеру. Как слышите, звук через рекордер получается несколько чище и качественнее. Однако во втором случае мы немного усложняем себя работу при монтаже. Так как звук у нас пишется не на то же устройство, что и видео. И в итоге мы получаем два разных файла. Звуковой и видеофайл. И первым делом нам нужно их синхронизировать. Чтобы звук моей речи совпадал с моей артикуляцией. Чтобы не мучить себя при монтаже, достаточно просто хлопнуть перед началом записи. Что даст нам явный скачок как на звуковой дорожке, так и на видеодорожке. Просто совмещаем их и вуаля. Звук идеально синхронизирован. Именно для этого, кстати, в кино используют вот такие вот хлопушки. Помимо проводных петличных микрофонов, можно также использовать радиопетлички, микрофоны пушки, обычные микрофоны на стойке рядом с вами и так далее. На что хватит средств и фантазии. Например, при съемках нашего полнометражного фильма «Вторая земля» мы использовали диктофон обычного мобильного телефона, чтобы снять черновой звук с площадки. А потом уже переозвучить его в студии на хорошем студийном микрофоне. Например, в этой сцене он лежит вот тут, за ногой главного героя. Вы его не видите, но он там. Пишет звук. Вы, конечно, можете спросить, а почему вы не использовали нормальное звуковое оборудование для записи звука на площадке, как это делается в большом кино? И ответ очень прост. Крайне маленький бюджет. К слову об озвучке. Для качественной и хорошей озвучки мало купить хороший и дорогой микрофон. Нужно также еще и правильно выбрать место для записи. Идеальнее всего подойдет та комната, в которой очень много мягкой мебели. Ковров, плюшевых игрушек и так далее. Звук от таких объектов практически не отражается. И в результате при записи мы получаем очень качественное и приятное звучание. Для примера, вот вам звук, записанный на кухне, где практически нет мягкой мебели. И звук, записанный в гостиной, где этой самой мягкой мебели навалом. Можно также соорудить небольшую импровизированную студию, обложив микрофон обычными подушками. Или поставив стойку с микрофоном в шкаф с одеждой. Ну, а на этом все. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк, рассказать о нем друзьям и, конечно же, подписаться на новые уроки. С вами был Артур Михеев. Снимайте много, снимайте качественно. И до новых выпусков! Субтитры подогнал «Симон»!